хочу всех поприветствовать на своем канале на котором мы рассматриваем самые перспективные айсио проекты и в сегодняшнем обзоре мы с вами детально рассмотрим проект под названием dos network сайт проекта находится перед вами и в сегодняшнем обзоре мы детально обсудим что же такое dos network и рассмотрим его основные преимущества так я скажу что такое dos network dos network у нас является децентрализованной сервисной сетью оракулов для повышения удобства использования технологии блокчейн с помощью реальных данных и вычислительных мощностей то есть как бы сразу у всех возникает вопрос для чего как бы создан данный проект и что он решает и что кто такие ораклы то есть давайте мы начнем постепенно обсудить что такое как бы ораклы и для чего они нужны для начала небольшое предступление как бы сам проект позиционирует себя как сеть оракл 2 уровня которая решает проблемы технологии блокчейн давайте рассмотрим какие же проблемы на данный момент решает данная платформа во первых это проблема масштабируемости которая широко обсуждалась множеством талантов и идей которые работают много проектов уже работала над усовершенствовать технологии блокчейн таких как плазма шарлинг стоит channel и многие другие и конечно же проблема оракулов без которой блокчейн завершается изолирована от остального мира он менее известен и получает значительное внимание по сравнению с масштабируемой проблемы решение проблемы масштабируемости сделать блокчейн и доступны для широких масс а решение проблему оракула сделает блокчейн и бесполезными для новых бизнес-моделей то есть как вы знаете блокчейн функционирует посредством смарт-контрактов смарт-контракты как бы они не настолько на smart так они представляют собой просто набор защищенных от несанкционированного доступа соглашений которые могут автоматически выполняться соответствии с заранее определенными правилами после их развертывания блокчейне все их данные поступают из блок из блоков без прямого доступа к информации вне цепи особенно из интернета что означает что они изолированы от внешнего реального мира зачем же это происходит из-за механизма согласования блокчейна то есть базовая ритуальная машина выполняющая код-контракт понять для чего нужен оракул в примеру в блокчейне в контексте блокчейна это оракул эта система которая отвечает на запросы и smart контрактов которые запрашивают внешние ресурсы например это у нас обменный курс метрики географическое положение спортивные результаты данные о погоде и так далее то есть в более общем смысле запросы могут выходить за рамки запросов данных на самом деле оракул можно попросить выполнять производные вычисления то есть как бы оракул он необходим для блокчейна чтобы предоставлять определенные данные которые заплачут smart контракты при их выполнении это как бы очень полезно поскольку вычисления в цепочке имеет внутренние затраты и временные ограничения вычисления цепи тысячу раз дороже чем вычисления вне цепи стоимость комиссии то есть газа для платной цепочки блоков такой как эфириум хотя с ритуальной машины тюринг complete невозможную панель произвольно сложные вычисления в цепи течение одного согласованного раунда таким образом вкратце оракул можно разделить на оракул подачи данных которые связывают smart контракты со всеми данными вне цепи и вычислительный оракул который обеспечивает smart контракты более дешевой и не не ограничено вычислительной мощностью за счет аутсортинга сложных вычислительных задач тогда как бы возникает у нас новая проблема поскольку оракул является внешне третьей стороной которая не управляет консенсусом блокчейна как можно доверять честности и верности оракула к подвет простой как мы не будем доверять этому ораку мы будем просто проверять уже есть несколько оракул и проектов которые ориентируются на именно на оракулах для решения проблем блокчейна то есть таких например там она класть town great огур и многие другие у них есть как бы свои плюсы свои минусы как бы и сейчас как бы вот мы возвращаемся к dos network то есть как бы я объяснил тем людям которые не понимают что такое оракул оракул в сети блокчейн это определенная сеть которая при функционировании вместе с технология блокчейн выполняет разные запросы то есть насколько вы знаете технология блокчейн она имеет себе то есть как бы основные свои принципы то есть это анонимность безопасность а также smart контракты так вот для выполнения smart контрактов необходимы оракулы и для чего они нужны объясню вкратце тех где которые не понимают до сих пор что по оракулах вы это такие обычит и такая определенная вычислительно мощность к примеру либо же это такая такая команда при которой при выполнении smart контракта может вам могут возникать определенные вычисления вычисления то есть сколько будет стоимость комиссия пристройство и стоимость газа к примеру то есть какие-то еще определенные внешние данные которые могут повлиять на транзакцию примеру и оракулы предоставляют всю эту необходимую информацию для того чтобы smart контракт проходил и реализовывался удачно вот и именно этих оракулов предоставляет нам dos network то есть она усовершенствует оракулов которые будут решать конкретные проблемы блокчейна то есть то что я говорил то есть проблема масштабируемости которая будет решаться с помощью оракулов то есть для повышения того чтобы было намного удобнее использовать блокчейн также среди как бы вот то есть как бы здесь мы можем видеть уже на сайте у нас написано что во первых сеть dos то есть это будет данная сеть который писать оракулов это децентрализованная служба оракул которая поддерживает несколько разнородных цепей блоков dos network обеспечивает надежную эффективную и масштабируем передачу данных событий и вычислений в реальном мире в smart контракты то есть это то что мы с вами говорили то есть у нас есть сеть dos который с которой будет функционировать smart контракты и которая будет обеспечивать их работу как бы среди среди нас преимуществ что мы можем как бы выделить в основном это децентрализованность и надежность то есть самое главное чтобы любая программа либо же любая сеть она функционировала децентрализованно то есть что такое децентрализованно то есть у данной сети нет не будет какого-то основного контроля то есть она будет вы может функционировать автономно что является очень хорошие очень хорошим преимуществом также в работа в режиме реального времени то есть платформа будет функционировать автономно в режиме реального времени опираясь на все данные то есть как бы она может подтягивать данные с интернета и соответственно уже работать автономно также это совместимость с гетерогенными блокчейнами то есть это поддержка нескольких цепей блоков и возможность взаимодействия между цепями то есть это взаимодействие между разными например там разными смарт-контрактами и так далее также это безопасность и надежность то есть данная данная программа сеть управляется определенным программой то есть это верфей был рандом энджейн это продвинутая криптографическая сигнатура то есть уровень безопасности данной сети это также является важным аспектом этого проекта так как с помощью блокчейна как бы по блокчейн идут очень много персональных данных также данных у счетах и так далее то есть как бы и самая главная цель я считаю это является обеспечение безопасности следующее преимущество является эта масштабируемость по низкой цене то есть пропускная способность запроса данных вычисленная мощность увеличится по мере присоединения большого количества узлов то есть расширение смарт-контрактов и также динамическая сеть стимулируется честным вознаграждением за участие то есть а теперь давайте как бы рассмотрим случай применения то есть как бы где может применяться сеть dos network во-первых это автоматически децентрализованная страховая выплата то есть с помощью dos network многие 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 компании проекты могут как бы обеспечивать автоматическую компенсацию счет включения внешних страховых случаев драка в договор страхования по цепи то есть например многие проекты сейчас как мы знаем во всем мире уйдут принятие криптовалюты в полным ходом соответственно многие компании предъявлять логию блокчейн свое функционирование и данный проект как бы не является исключением что с помощью своих стресс который представляет с помощью сети dos могут быть внедряться эти технологии в компании также это у нас еще стейбл коины то есть как бы для того чтобы для стабильно стейбл коинов и крипто производных необходимо часто использовать сети dos для надежного и достоверного получения ценовых данных в реальном времени то есть как мы понимаем что цена на токен постоянно меняется и колебается и то есть сеть dos network она помогает более точно подтягивать все ценовые эквиваленты для того чтобы как бы вы знали как бы точную стоимость токена также следующий следующий сфер нас является это крипто кредитная платформа то есть dos network он нас позволит крипто кредитной платформе легко получать обменные курсы токенов импортировать данные социальных сетей заемщиков и безошибочно определять процентные ставки на непосредственно сам займ то есть как мы знаем что сфера микро кредитов то есть микрофинансирование она у нас является довольно таки известным в данное время пользуется очень колоссальным спросом и соответственно как бы много компаний уже бы также пытаются внедрять технологию блокчейн что вы просто автоматизировать данный процесс чтобы это просто не было людей чтобы просто все происходило автономно то есть мы могли имели доступ к этому всему в любое время дня и ночи они посредством технология блокчейн она все это может упростить посредством смарт-контрактов но для более лучших лучшего функционирования смарт-контрактов здесь конечно же сможет способствовать сеть dos network также следующее это у нас кросс цепочка dex то есть развертывание двух dex smart контрактов на разных цепочках блоков то есть dos network будет действовать как мозг для соединения разнородных транзакций это тоже как бы является серьезным неплохим преимуществом и для тех компаний которые занимаются больше айти сферой также это у нас следующая сфера применения это казино игры конечно же а сейчас онлайн развлечения то есть интернет эти казино игры как бы тоже как бы внедряю технологию блокчейн постепенно то есть как бы это тоже является очень серьезная ниша в которую как бы необходимая технология блокчейн и конечно же сеть dos network и как бы если последним это у нас на почувствительных мощностей то есть как бы не здесь я думаю что объясняю ничего особо не надо потому что вы все понимают что это может быть связано как с трейдингом так далее здесь также у нас есть команда это у нас очень серьезные как бы люди как бы которых уже не один год за плечами которые работают постоянно в сфере криптовалюта также также программной сфере то есть как бы как здесь мы можем увидеть с вами здесь у нас есть сиуань хуа это устроитель проекта непосредственно то есть да то есть как бы видим все что все люди имеют очень большой опыт работали крупных к нам известных компаниях то есть к примеру смотрите вот например сиуань хуа это у нас бывший инженер программист технические руководители в google все знают что такое google то есть как бы человек имеет уже определенный опыт функционирования очень большой компании то есть как бы и он понимает какие проблемы к примеру даже есть в google так следующий это у нас идет с иван это у нас бывший инженер программист технический руководитель пуре стронж и и оракул то есть он то есть 10 секунд у нас есть ранее инвесторов криптовалюту которые как бы уже тоже принципе понимаешь какую нишу может занять криптовалюта так здесь есть мест эрик неен это бывший старший инженер программист руководитель группы в amazon то есть как бы тоже все знаешь такое amazon то есть кого и так далее то есть как бы есть мы можем лишь что здесь все личности которые работали фруктных компаниях то есть они имеют определенный опыт работы которые уже купила не понимать что необходимо данного какие проблемы у нас решаются теперь давайте как бы идем к партнерам давайте смотрим партнеров как бы все уже знать такой проект как quark chain который просто сейчас на слуху почти у всех проектов а также это у нас проект дуан network это тоже довольно таки неплохой проект и также как бы здесь я хотел выделить это у нас две биржи одну бежу многие знают это коин супер это у нас китайская биржа на которой как бы ну и такие неплохие объемы торгов и конечно же биржа бит макс на айо проект как бы dos network проводил а его на бирже бит макс их собрал довольно таки неплохую сумму и как бы сейчас уже идут дальнейшие договоренности о листингах также здесь у нас есть road map ты должна карта проекта то есть на данный момент проект находится на втором квартале 2011 года сейчас ближайшее время не будет выпущена бета-версия оракла то есть работа называться оракул фидейта на блокчейне эфириума то есть будет запущен тест нет также будет в дальнейшем то также только то ли будет запущена уже рабочая основная версия оракул дэйт в сети эфириум как бы по плану что мы можем с вами посмотреть а то есть будет как бы проект развивается то есть как бы планы у него колоссальные как мы можем видеть что будет у нас премиум каналы данных то есть как бы также будет интеграция в разные блокчейны и так далее то есть как бы и здесь как бы больше дальше ничего особого у нас нету также давайте пересмотрим техническую документацию так называемый white paper в данном документе как бы можем увидеть как бы все особенности то есть для тех людей которые поймут что такое оракул и кто захочет по их каким образом функционирует данный проект здесь как бы полностью все описывается каким образом будет происходить вычисление оракулов каким образом они будут решаться каким образом это тоже в той же командной строке то есть как бы тоже как бы все проблемы которые решает проект они присутствуют данном документе полное описание как что и зачем и почему ссылочка будет тоже в описании теперь давайте как бы обсудим социальные сети а по социальным сетям как мы можем видеть что twitter у нас довольно таки живой посты постоянно выходит то есть каждый месяц выходит у нас отчеты о проделанной работе то есть здесь также у нас как вы можете видеть что группа функционирует проект работы то есть здесь мы можем видеть что проект у нас выступал на саммите блокчейн 2014 года форум который проходил также у нас есть фото что проект ничего не стоит на месте постоянно работает работает и работает то есть как бы видим что есть много чего а также вот как бы одна из главных новостей что проект у нас уже уже попал на бинанс инфо и в дальнейшем планируется уже листинг на бинанс декс конечно же точных дат нету но присутствие уже на данном ресурсе показывает дает к понятам то что в дальнейшем будет уже листинг на декс бинанса что конечно же по своим образом повлияет на цену то есть как бы здесь у нас не особо информация конечно обновляется то есть как бы здесь у нас есть и токен контракта я дропы фильм контракт и так далее то есть как бы последнее обновление у нас было 18 часов назад это у нас скоро . бы тоже как бы ждем рассматриваем то есть как бы тоже все живенько а также нас есть medium то есть последние новости как мужи что сейчас проект опубликовал последние новости амбассадорская программы то есть как бы и здесь как бы есть все самые ключевые аспекты то есть как бы тоже довольно таки неплохо давайте как бы подведем теперь итоги сказать ордес нетворк проект на данный момент уже успешно провел свое айона бирже собрал определенную сумму средств сейчас у нас уже торгуется на криптовалютных биржах таких как бит макс и coin супер цена конечно у нас варьируется в эквиваленте от полтора до двух центов но в дальнейшем а у нас планируется разлог токенов то есть как бы для тех кто не знает при участии в айот токены были заблокированы до 14 июня 2013 года у нас разблокировка токенов так называемый unlock токенов и уже после этого будем смотреть на цену на этом мой как бы обзор подходит концу кому будут вопросы давайте пожалуйста их под этим видео я на них отвечу всем спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал до новых встреч